Как правильно оказать первую помощь, в том числе в результате ДТП? Этому учат специалисты, которые сегодня съехали со всего Урала на курсы МЧС. На практических занятиях проходят самые разные ситуации, начиная с того, что делать, если человек подавился, и заканчивая сердечным приступом. После семинара эксперты разъедутся по городам, где будут учить остальных спасать жизнь. Экспресс-курс прошла Анастасия Ингорн. А дыхание появилось. Спас резинового горшу, значит, спас живого человека. Так, восемь десятков уральских психологов из школ, больниц, пожарных частей и МЧС учатся оказывать первую помощь. Александр на учебу приехал из Сургута. Он уже больше десяти лет учит коллег гражданской обороне. И не раз сам спасал жизни. Но рассказывает, освежить знания лишним не будет. Для себя больше, наверное, практические занятия, что попробовать, пощупать. Ну что-то, да, новенькие какие-то изменения появляются, нюансы, но все равно они очень важны. Курс «Научись спасать жизнь» включает в себя целый комплекс образовательных мероприятий. Лекции, семинары, мастер-классы по сердечно-легочной реанимации, остановке кровотечения и наложении жгута. Учат здесь даже спасать подавившегося младенца. Раз, два, три, четыре, пять. Вот с ребенком я вообще не знала, что делать. Во-первых, у меня нет своих детей. Во-вторых, дети, они такие маленькие и так страшно, когда они что-то сделают. И боишься им, чтобы не причинить вряд. И здесь очень простые способы, как справиться с тем, что ребенок подавился. Весь материал участникам предстоит не только усвоить, но и поделиться им, причем доступным языком. Дело не из легких, ведь по задумке после обучения каждый специалист должен сам выступить лектором уже в своем городе. Так спасатели хотят обучить как можно больше людей. По данным Всероссийской международной организации здравоохранения, для того, чтобы изменить к лучшему ситуацию со смертностью от несчастных случаев, должна быть обучена 25% населения навыкам оказания первой помощи и, естественно, психологической поддержки. Но для полной подготовки восьмидневного курса недостаточно. Слушателям предстоит сдать настоящий экзамен, а уже после, через месяц, по всему Уралу начнутся массовые лекции по оказанию первой помощи. Анастасия Эйнгорн, Алексей Юдин. Главные новости Екатеринбурга.